Приветствую тебя, любитель шестой цивилизации. Это продолжение моего ФФА-сериала в дополнении Rise and Fall, в котором я играю за Мапуча против семи соперников. И все нации как раз из дополнения. Зулусы, шотландцы, корейцы, Кри, Грузия, монголы и Нидерланды. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Надо бы мне рабочими заняться. Поселенцы, рабочие, все надо. Вау, плюс одно население. Это здорово. Сомнений, что это какое-то город-государство может быть. Но вот тут мне заселять территорию можно. Все, разобрались с варварами. Ускорена математика, ускорена военная тактика. Математика. Это требовалось три разных спецрайона. Но я ее мог и сам ускорить на самом деле. А военная тактика... Вообще не самая нужная теха по-хорошему. Кореец, кри. У меня будет вино на трейд. У вас что-нибудь будет? У меня будет. Ну попозже. Да, уже несчастье идет. Так, что мы возьмем? Я возьму все-таки античную республику. Тут и довольство, и жилье надо. И очки у меня и так на великих людей. Бонус. Так, строительство. Здесь плюс два влияния, потому что мне пока некуда одного этого сажать. И юниты мне не нужны. Поэтому вот возьмем на караван. Так, инквизиция. Внутренние торговые пути плюс две пищи и производство. Но нельзя создавать и приобретать. Нет. Монашество, последний героизм. Это вот карточки от темных веков. Все, у меня уже золотой век будет. Да. Ну. Я прихожу к выводу, что вообще в начале вполне имеет смысл тупо попробовать темные века запускать. Ну, в начале, в античности, ты имеешь в виду? Ну, самый первый раз. Вот, самый первый раз. Да, в античности, да. Ну, я в этой игре специально ездил. У меня все скауты стояли на халде ходов 10. На чем стояли? Ну, на клетке. На защите. Никуда не ходили. Ничего не исследовали. Не встречали нации, не находили чудеса и так далее. Да, тут город, тут город. Ну, это было сложно. Все равно я 11. И вот тут еще можно будет 3 города поставить на этой реке. Блин, что-то я завтыкал. Все медленно сделал. Надо рабочих. Надо рабочих, а не амбар. Не езжай. Слышь, Куру, чё ты стоишь за скаутом? Ну, уходи отсюда. Он вообще не трогает. Он стоит на моей границе. Он мне не нравится. Он просто контролирует твою агрессию. Мы можем заключить дружбу, но пусть он стоит в лесу. Тут ребята вообще решили армию никакую не строить. Пффф, короче, я на краю на обрыве над рекой. Не могу пошевелить ни ногой, ни головой. Ну, я скрою карты, собственно. Отлично. Меня это, в принципе, устраивает. Давайте-ка мы этим скаутом пойдем в ту сторону исследовать. Петра мне нафиг не нужно. Ну, открою математику. Там дальше еще идет образование. Сможет прямо в образование пойти. А, через ученичество. Ладно. Пока так. Ну, тут надо будет строить кампус, видимо. Еще рабочих. Тут надо много рабочих. Рынки позже построю. Коммерческие центры и так уже есть. Значит, у меня больше ни на что деньги не понадобится. Так что можно апать. Да, мне надо других найти. Жалко вот эту территорию, я еще не исследовал. Но я не думаю, что там может быть горы государства какое-то. Да. Тут, наверное, прохода не будет. О, корейц уже там город поставил. Интересно. Интересно. Ну, я, наверное, этим мучеником схожу тогда тут по исследованию. Тут вроде не должно быть каких-то проблем с варварами. Давайте подумаем о городах. Раз, два, три. Вот здесь, например. Раз, два, три. Вот тут. Или даже вот тут. Или даже вот тут. Потому что серебро поближе будет. Ну, а там еще надо исследовать. Плюс такие семити. Золото и наука с соседним клеткам. Тут еще можно будет на озере город поставить. В общем, тут меня выкинуло очень неплохо. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на consolewar.ru, ссылка в описании. И не забудьте воспользоваться фразой Леши играет для получения бонусов. Ну, по-хорошему, можно и тут город поставить, и захватить Карфаген. И просто вот этот весь мой перешеек, вот этот весь мой полуостров своим сделать. Тут нету смысла в Стокгольм отправить, просто потому что плюс две науки от университетов дается. У меня нет университетов. Так, кореец Кри, у меня есть вино. Готовы торговать? Пока нет. Нет. Жаль. Ты реально просто прошел по вету, чего там территорий дофига больше. Да, так пойду. Я тоже так подумал, будем долго мы с тобой тут колпаться. Но у нас просто упорка была, я бы не сдавался. Знаете что, я перепутал губернаторов, назначил не того. Я за место Магнуса Виктора назначил. Не, ну зато у тебя город безопасности теперь. Ну-ка да, с двумя соседями дружба-то да. Может мы на какой-то отдельной карте играем? Просто мы втроём и они там пятером. Сейчас план простой. Просто ставить города и развивать остальные города и всё. Ничего. Сверх того. Блин, а откуда этот скаут пришел? С твоей территории откуда-то, Арчи? Ну а что ты ушел, обстрелял бы скаута. Блин. Вроде тут и бену. Чё скаута не обстрелял? А я мискликнул, он побежал лишь вообще в обход и на него нажал врага. Блин. Далеко бежать. Так, а что у нас тут в городе? Жилья уже не хватает. Как нам лучше? Вот так, наверное, фермы сделаем. Существует руинки даже у него. Охренеть. В столице, фактически. Не трошу, это моя руинка. Я бы, я бы постелить не добежал. Чё-то Димка отбился. Ооо. Вот. Мне предложили мир. Я подумал, что зачем мне отказывать щедрое предложение. Ну, в общем-то, да. Ну, правда, тебе сейчас придется еще раз отбиваться. Да я как бы и не сомневаюсь. Теперь у меня хотя бы железо есть. Грэй, куда столько войск? Грэй, куда столько войск? Ну ты же слышал, что он вообще даже не в дискорде находишься. Да, да. Он на Димку пошел. Пока еще нет. Кстати, мы тезки получаются. Во мне вероятно. На, смотри. Ты уже даже так вот. В смысле, с кем тезки? Ну, Дим Кабао, я так понимаю, Дима, да? Логично предположить, да. Но это не точно. Я всегда думал, что он Олег. Ну, мало ли ники какие бывают у меня. Просто я поставил ник по специальности. Вау. И кем ты? Какой именно артист? Какого жанра? Цирк. Оригинальный жанр. Я помню... Не знаю, если кто смотрел когда-то мой канал. Там давно был такой Андрей Хонин. Андрей Хонин. Тоже он, по-моему, циркач. Все миры на сцене. И все мужчины и женщины – милые игроки. Кто в цирке был, тот в Циви не смеется, да? Ну, не знаю, не знаю. Ничего, пока менять. Все, это были шутки насчет цирка. Там все серьезно. Ну, смотря в каких жанрах. Поселенцы, строители. Да, все пока так оставим. У меня жена воздушница, поэтому танцы серьезно. Что не так с моей галерой? Зачем ты ее ведешь сюда? Она плавает. Аргумент. Тоже где-то галеры есть. Ну, фитализм ускорили, это что я уже шаги, а как ты вот с одного удара? Я сильный просто. Он на мне прохищал галеры. Тяж, чем навек. Нет, давайте дальше строителей фигачить. Кто может дать 15 монет? Я отдам. Не, у меня мало денег. Ну, от этого я уже думаю не отобьюсь. А во всем карта виновата. Пускай вырастет пока до четырех. На три яичных карты. Тоже я же. Это не то, что виновата 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 виновата. Шахты еще надо построить. А сколько у меня шахт? Нет. Тут одна. Вот сейчас будет вторая, значит я пока шанс построим этим. Для ускорения ученичества открытия. Где-то мои соперники Кри уже в средневековье. Вопрос только в чем? У тебя же у морских винтов получается повышение, да? У кого? А, нет, у морских, кстати, нет. Плюс пять. От темных веков. Да ты бы и без тарана взял. С тараном-то проще? Не. Попробую построить оракул. Тоже плюс к великим людям. Приличный. Офига себе он уже сколько коммерческих районов построил. Ну, коммерческих районов, и рынков, и, видимо, торговые пути пустил. Кстати, наверное, я тоже зря откладываю это дело. Ручник. Конного. Лучник. Тараном-то проще. Так, ну, там где-то сверху все-таки варвары имеются. Блин, красиво тут варч. Театральная, правительственная площадь. Центр коммерции на четыре золота. Кампус. Еще центр коммерции. Кампус. 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 Святая площадь. Ух! Кампус! Да, центр коммерции Надо бы мне ускорить его Создание А мне предлагает компьютер сюда Ставить Почему? Потому что еще до одного Еще до одной пшенички могу дойти Ну в принципе Есть резон Так Пока Остановим строительство городов Сколько у Кри? Четыре У Кореи Три Ну то есть Я вместо коммерческих районов Вот шесть городов поставил Считайте Четыре Хир Четыре А Четыре Что В куча клеток для обработки все надо обрабатывать вино я могу торговать между найти других еще другие нации кроме этих двоих то я как-то ограничен опыт не получил вон он модул встретил вот в него можно будет отправлять так а что за неизвестный игрок еще встретил на модул вот есть human арчи и кто-то еще кто еще на модул встретил еще два игрока встретили где мне вас искать куда идти чтобы вас найти от нанмадова атака куб атака куб атака куб лично торговли на серебро пошла ты все дни не знает бак наверное лимбак или как-то ачивку получил получается за играя за тамару обратить все города все копешки в свою веру но я обратил только один город ереван свою веру и мне за это ачивку дали или неправильное описание это еще раз повтори по есть ачивка играя за тамару за грузинскую за это сейчас я найду скажу вот святая праведная царица тамара великая играя за тамару обратите в основанную вами религию все города и государства в игре но я обратил только один город ереван и мне сразу прилетела ачивка не знаю может это все города которые остались в игре там еще осталось я еще не доиграл эту партию я на эпическая сложность но и эпической скорости игры кстати ереван рядом с тбилиси респанулся прямо между городами у нас было четыре клеточки исторично и географически правильно а так стричь и хроники блин я тут уже столько очков получил 32 ходов до следующей эпохи от 10 до 13 а вот и предлагает вступить в кризисную войну с чакой тупо давай он меня разложит но можно попробовать сильнейший в мире правитель главных написано прикольно что написано сильнейший в мире правитель грей но всем известно даже игре ну придется убрать пока отсюда джунгли потому что метод будет тройственный такой треугольный о ура я монголов нашел ей я пришел с хождением монгол мне вообще я не думаю что я в данном случае зачем ты такой военный лагерь строишь мне под носом ну чтоб ты боялся давай не будем портить наши отношения ну тогда не строю но извини он уже поставлен районы нельзя отменять придется идти за лицей зачем ты рассказываешь куда ты идешь а ты не достраивай арчи пусть будет заложен да тут конечно арчи в наглую бахну во втором радиусе от города кореи и в игорь и давай не будем портить отношения как мне тут пройти закрыли все проходы неизвестный игрок структуру кто стал целью кризисного союза и кто там в этом союзе бывшие враги мой кажется тут сейчас наваляют моему лучнику лучше отсюда свалить это еще побежал сообщать лагерю что меня встретил не очень хорошо нифига это звук был морской атаки я аж испугался почему у тебя перепахи дает производство у меня там а блин а нету ли у меня вторых лошадей где-нибудь думал там какой-нибудь еще бонус есть чтобы всадников клепать военных лагерей например корея пустыри там предложение димка хочешь эти данди оставлю хороший кварц нет не предлагаю мне оставить данди стерлинг я бродин еще как-то твоя столица зовется шум кореи хотя 21 вход нет там много науки нормально те же это как там те написали самый сильный правительный чё я не помню к и даже в прошлом ищик аж где более стерны через 43 хода тебе есть так восстание подряд на губернатор губернатора там еще нет он едет на перекладных и я не успел атаковать тоже не расстройство я расстроился уже гбшку какую-то захватили уже или ты тебя захватывают и меня давно захватывает мне как бы 50-й ход по-моему пора уже кореец я тебе рекомендую твои эти савоны ставить среди холмов и равнин потому что они очень нехилые бонусы дают фермам и шахтам они вообще стакуются между собой в смысле между собой а бонусы и да то есть если ты имеешься добуешься будет ферма между двумя савонами на гранина да да блин настолько мусорный город непонятно ничего с ним делать его ладно нормально город видишь какие там он до холмов добрался нет три холла уже я не хочу себя ну а ты думаешь какой-нибудь лучший город на эту территорию поставить нет не ставить сюда блин блин я считаю для этой территории это лучший вариант был там и жрачка есть и холмы есть а то что половина клеток пустыни ну у бокс амин кстати интересно у меня будет восстание в городе через шесть ходов есть ли ни один гордос мой больше не освободиться я просто вылетаю потому что мне города закончат нет нет интересный момент не димка я короче пошел отсюда что то димку уже двое брали и не взяли не почему один взял у тебя еще есть город который правда шесть ходов всего еще там заодно узнать что будет какое там вознаграждение за кризисный союз кто там вступил силеные атака именно вознаграждение вознаграждение а два я знаю там наступает плюс пять к лечению и 800 голды 700 голды у нас стандарт ну да как символ хороший город был чё-то выжёг убили ученик а слушай наверно не получится потерять город я живу за такие ужасные вещи в моей жизни некоторые из которых действительно случилось отменяй не могу давайте арбка поселенцев отменим поставим хотя бы у нас нет городов больше нету расстраивайся а строители еще надо строить не ну я тебе могу его оставить по моему щедрое предложение вы блин такие щедрые все сегодня а ты не ценишь да как не знаю что с этой щедрости делать ну вот все у тебя лояльность а плюс пошло но я же вижу да к сожалению не получится узнать что будет годов но это столица то она в принципе мне кажется не может то есть даже не только из-за губернатора там же есть и бонус лояльности столицу новая столица чем написан повышается всего на 1 из 6 не влияние от соседних жителей минус 10 и 4 а бонус от столицы никакого нету интересно что-то не любят твои подданные вот у меня из-за губернатора больше всего у тебя почему-то он еще не приехал но он уже дает бонус от лояльности у меня написано написано что обнаружит губернатор но неизвестно кто это да но мне написано что два входа до вступления в должность по идее он еще не приехал но видать когда она до столицы стала у тебя и сразу пошло плюсом когда сожгли абергейн тебя сразу на плюс пошло здесь наверно монгол захватывает нанмадол монгол нанмадол захватывает дэн слушай а как ты принес то он свой мой моё столи только сейчас понял пожалуй не буду никуда только отправлять по слову я тоже не она захвачена лол пантеон всегда появляется это же не религия да да мне же у меня же не был пантеонов правильно ну преслав чайный пакетик обработать что ли да короче чака вынесет всю карту да я думаю зачем ему все пантеон ты сам на меня напала я выскочила меня проблема надо останавливать там есть кнопочка отказаться на будущее ну я понял надо было попробовать каждый лагерь дает довольство лагерь пастбища как будто захватывал мой город данди если бы ты не воевал с грузией это как этого чуда никак а когда же штрафов никаких в стерлинге нету а что сейчас нет штрафов ну нет там этот как он не растет просто я что тут таракул хочу послушать а на промку золота и так далее на промку нет штрафов сейчас передел механику в общем что то сделали у Кира как у него бонус туда ну и города еще растут все просто а просто города растут ну то есть у него да способность слабее стала значит в общем эти темные и золотые века влияют в основном только на лояльность ну и какие-то карточки можешь использовать но карточки я так понимаю что и там и там есть и хорошие и вменяемые то есть темный век не так уж и прям страшно страшно он скорее наоборот по-моему самый страшный век это вот обычный нормальный да нормальный хуже темно там ничего нет нормального да еще и к тому же темный тебе потом дает героический как бы который я получу в средневековье обязательно а сколько надо для героического где примеру к золотой пишет героический возможно золотой только ой героический только после темного ну отлично я в темном веку сейчас ну там довольно быстро набиваю просто золотой станет героическим ага зэба еще и ачивку получишь ну это самое важное да а если ты ачивку уже получил то как бы все не надо так делать дальше и всего это как больше не делай гильдию жест raise on my страна я сейчас опять получу обычный век а не темный. Еще один континент открыли. Ему придется сюда бежать. Курдизас, что там с Нанмадолом делаешь, я не пойму. Там каждый ход нарисовано, что он окружен, но ничего не снимается, а потом окружение снимается с него. Таран, подвожу. У меня грузинские песни, что заиграли? У меня грузинские песни тут самые эпик. Ну, он хорошо сработает. У меня вот лагерь и вот расплантация. Кто там? Нидерланды, да? То есть, три довольствия получу. Мне нравится это чудо, оно быстро строится. Ну, у Нидерланды там вроде развивается хорошо. Ну, у него в армии вообще нету. Он там развивается. Да. Не, он у него друг со мной, что ему, не грнется. К тому же на меня вон тут напали еще дальше. Он мне скаута дали в твою столицу, Димка. Ну, пойду разведывать. Ты дошел до этого, до этой... Ах ты, зараза. Моя была. Ну, видишь, даже твою столицу выдали, видимо, да, игра тоже так считается. Как бы тебе и дали. Кореец будет в три города играть, интересно. Да, три города у него. А у Кри? У Кри четыре. Что-то они решили, что много городов не стоит ставить. Ну... Такси представляю, будущее игры. Все первые 30 ходов сидят в одном городке, ничего не делают, ничего не строят. Ждут наступления темных леглов. Он как-то примерно так, темно. Я пока все так оставлю. Да, Кореи тут, я смотрю, Кри уже и армию поднастроил. Кри. 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 Курдизас, а у тебя красителя не будет второго? В общем, у меня есть чай на обмен. Где еще люди? Еще четверых. Ну, Шотландию выносят, предположим. Это уже так. Чай, остановись. Так я и не нападал на этого, на Грузию. Он на меня напал. Тебя же просят просто остановиться. Ну, уже 105, да. Ну, он сам как бы вот ввязался. Я могу гарантировать, что мне вот как бы точно еще больше ни с кем воевать не нужно. Да, тут монгол. Хм. В общем, Корея в очень неудачном месте, по-моему, появился. Петру кто-то построил. А Петру кто построил? Нет, ну, Караван бы оставил бы. Денег нет. Тут импи сейчас, а мне надо обыкнуть на что-то. Петру построил я. Куда ты с имписта еще собрался? Ты же вроде не хочешь воевать. Не, ну вдруг сейчас вы отобьетесь. Тогда это будет решающим аргументом. Ага, мы уже отбиваемся. Ты просто не видишь, что на следующем ходу вся армия-то падает. Ммм, я знаю, я чувствую, что в этом городе строить. У меня просто то музыка играет, а тут что-то про импи поют. Нифига, как-то лосс эти все стены снила. Таран. Таран. Мне больше порадовало то, что лошади снялось, что надо за атаку понять. Ну, лошадка 50 лошадей. Как у них там, 50, да? А, нет, 46. 46, наверное, послабее. Так, 48, могу понять откуда. Откуда еще минус 2? Давай посмотрим. Минус 5. А, нет, это вражеский. Не, ну, всего плюс 10 у нее, плюс 5 от генерала и плюс 5 от карточки. За кризис написано минус 2 на твою лошадь. На минус 2, на плюс 4, олигархия. Ну, вот мне пишут просто плюс 5, и 5 при атаке. Олигархия не дает всадникам поход бонуса. Ну, тебе осталось потом импи привезти сюда, к копью финна. Да ну, там далеко идти. У меня от этого копья, пока я импи вернусь обратно, это уже будет промышленная эра. Дороги прокладываю. Даже по дорогам, но очень далеко. Класс! Импи еще построить надо. Вот у тебя бегут они уже. Вот, скорее всего, в моих городах их можно уже построить. Арчи такое ощущение, что настолько ничего строится, ведь он 3 торговца получил. То есть, это явно он проводил, ну... Ну, а грузинская музыка тоже неплоха. Следующая надо играть за Грузией. Проводил проекты в коммерческой зоне. 3 торгов... Они, правда, не... Ну, вот этот хороший, этот хороший, но... Так, упоролся в этих торговцев. Интересно. Так, сюда прибыл. Губернатор. Еще один. Курдизас, убери уже метку города, даже я ее вижу, уже пришел, фиг знает откуда. Ты на метку шел? Да. Поселенцев шел, поселенцев шел, чтоб там поставить. А, там написано город с действием, просто прочитал и все. Как написано, так и сделал. Как написано, так и сделал. О, военный лагерь тут оказывается есть. А, там, 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 кореец что скажешь что может говорю не будем воевать ну его нафиг я построил военные ну арчи а чё ты так нагло военный лагерь пробухну именно там тебе надо было ну да я тут не правда ну что уже поделаешь уже ничего не вернуть назад специально клетку купил специально там лагерь поставил а потом сказал давай не будем воевать даже юнитами походить не успел как губернатором выбирал так грузина смотри нам осталось придержать четыре года дальше бонус тут пропадет почему пропадет было героическом веке может есть что получше посмотрим к оружием оружие там нету ничего жаль бери свою галер дай мне стерлины захватить обратно нет зараза а мне надо это квадрирем построить и утопить твою галеру обязательно не утопишь я буду стараться у меня дамирал есть утопишь у меня вторая есть да мне одну надо вторую да я разве есть а ты хочешь квадрирем это растопишь на приноси там у кого-то 10 к велик сидят развиваются марч на да я еще неправильно все сделал виктора виктора нанял вместо это 10 очков великих людей так я еще не сразу понял потом что жду мучить тут вырубил дешевле в нем вроде не особо и прибавился кто смотрю на эту морду в штатах как как так 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 завершено тут завершено блин кто-то оракул построен блин и вылез его начинал тогда придется строить камни тихоньку с тремя начнем под открывать ну кстати стены бы построить еще хочу уже скорее героический век интересно что это за анон будет вот хороший количество торговых путей на один и шнур на другой пути в этот город дает плюс 2 золота обоим городам как раз не должно что как насчет дружбы потом союзе к там научного что-нибудь такое ну я не знаю как вы будете скорее ту корей спроси я пока обожду если у вас будет дружба скорее тогда я с тобой дружбу выключу ну просто не стоит давать кри раздолье то есть корей не увеличат сильные нации вообще три города а кто еще валетту нашел кроме монголии и нидерландов я кто кто еще грей на вот куда мне идти от валетта да там мои границы на средней клетке снизу снизу чет по ходу колес сильно обиделся а что я пытался корейс давай мы голдой как-нибудь решим там что-нибудь от нашим лишь поставил военные дороги на что недоразуме поставил когда я не понимаю логики это деф-деф лагерь ну и как он тебе поможет там зона контроля ты не можешь проходить все остальное так я подойду окружу и бегает потом за день ход заберу я смотрю им ты даже на одну единицу сильнее чем грузинские уникальные юниты хипсуры тут нет еще импи проблема в том что в этой игре как-то получилось что мне в одном месте открываются импи уже просто не нужны это не импи это просто копейщики нет нет у него есть уникальный юнит там же а в той же техе ну да у димки вообще место ужасно у тебя два города нормально хотя надо было ставить два города военный лагерь и в кого на кого-то нападать ну я пошел в железо не не успел до него выйти просто мне видимо опять надо поселенцев поселенцев строить смотрели до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры